Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112 и я, ее ведущий, Мирам Кушенширеков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 29 июля по 4 августа по области зарегистрировано 11 чрезвычайных ситуаций, 8 техногенного и 3 природного характера, в результате которых погиб один человек. 29 июля в городе Павлодар на территории садоводства Мелиоратор происходило горение кровли одноэтажного частного дома на площади 80 квадратных метров. 29 июля в городе Экибастуз на территории разреза Северный при перевозке угля загорелась кабина самосвала на площади 5 квадратных метров. 30 июля в городе Экибастуз происходило горение мусора на площади 15 квадратных метров с переходом огня на деревянную оконную раму здания аптеки. В результате пожара от воздействия высокой температуры оплавилась наружная обшивка стены на площади 11 квадратных метров. 30 июля в Железинском районе вблизи села Инбекши на автодороге происходило горение автомобиля марки «Газель» на площади 4 квадратных метра. 31 июля в Актугайском районе в селе Хожамжар в частном жилом доме, используемом как магазин, происходило горение кровли стеллажей холодильного оборудования на площади 120 квадратных метров. 1 августа в городе Павлодар в автомобиле на открытой территории произошло загорание резинотехнических изделий в моторном аптеке на площади 1,5 квадратных метра. 2 августа в городе Экибастуз на территории разреза Восточной при разгрузке угля произошло загорание двух колес и кабины водителя автомобиля марки «Белаз» на площади 10 квадратных метров. 2 августа в селе Павлодарское на территории частного жилого дома происходило горение деревянных конструкций гаража, а также горение хозяйственной постройки на общей площади 50 квадратных метров. В результате двух природных пожаров, произошедших на территории района Акулы, общая площадь горения сухой травы и лесной подстилки составило 930 квадратных метров. 29 июля в Иртышском районе в акватории реки Иртыш обнаружено и извлечено тело мужчины 1972 года рождения, который ранее 28 июля утонул в результате опрокидывания лодки. За отчетный период дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 57 сообщений, из них о пожарах 10, о загораниях 30, о проведении аварийно-спасательных работ 6, о проведении поисково-спасательных работ 1 и 10 сообщений различного характера. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, с наступлением летнего периода и повышением температуры воздуха, департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области просит соблюдать требования правил пожарной безопасности, а также безопасность на водоемах. До новых встреч!